В чем суть внутренней силы? Мы обычно думаем, что внутренняя сила — это какой-то такой подвиг и надрыв. Это заблуждение. На самом деле, внутренняя сила — это ваша устойчивость, это ваша стабильность и ваша настроенность на будущее, на перспективу. Вот что такое настоящая внутренняя сила. И рождается она не от того, что вы накачали ее где-то в каком-то психологическом спортзале, а рождается внутренняя сила от того, что вы организовали внутреннее пространство таким образом, что у вас нет чуланов со скелетами, страхов каких-то, понимаете, какое-то непонимание. Мы часто в каких-то наказываемся в жизненных ситуациях. сбегаем из них или терпим в них поражение, а потом вместо того, чтобы это осмыслить, для того, чтобы это сделать частью себя, структурировать, превратить это в свое знание о жизни. Но не такое, что кругом весь ужас-ужас, а в том, что мы знаем теперь и это, и это, и это. И это у нас там организовано, и у нас нет белых пятен в нашем внутреннем пространстве. Мы способны смотреть на свои слабости, на свои недостатки, мы способны их принимать, мы независимы от чужого мнения внутренне, не потому что мы себе сказали, что на всех плевать нам, а потому что мы действительно понимаем, что есть другие люди, у них могут другие взгляды, и так далее. Вот в этом случае, простраивая свое внутреннее психическое пространство, мы обретаем силу, мы обретаем устойчивость, и мы обретаем желание что-то делать. Потому что внутренне сильного человека, который сидит, лежит на диване и не знает, чем ему заняться, не бывает. Если мы внутри себя отстраиваем, у нас психическая энергия, она вырабатываемая в стволе мозга ретикулярной формации, она находит для себя множество замечательных приложений в коре головного мозга, значит, в мышлении, а мышление — это то, как мы меняем реальность, и когда вы можете менять вокруг себя реальность, вы чувствуете себя по-настоящему сильным человеком. Вы независимы, вы не в подлежащем каком-то находитесь состоянии, вы двигаетесь и делаете свою жизнь. Вот это внутренние силы.